добрый день дорогие друзья с вами я и гур яковлев и это конечно же цифровая история сегодня у нас в гостях удивительно специалист анатолий викторович сумин кандидат юридических наук специалист по истории русской тюрьмы и собственно сегодня мы начинаем цикл история русской тюрьмы с чего все началось началось его егор николаевич в 2011 году так поздно появилась русская тюрьма в 2011 году начался мой интерес к истории русской тюрьмы и начался интерес с изучения русских летописей а потом с изучения архивных документов и прежде всего 17 века и вылилось это все вместе с коллегами с авторским коллективом из 25 человек в монографию которая называется очерки истории уголовно-исполнительной системы мало монография к сожалению мало тиражная тираж 10 экземпляров но она доступна в электронном виде для скачивания мы ссылку прикрепим к описанию и можно будет вполне посмотреть что касается истории русской тюрьмы я предлагаю в первые передачи коснуться предмета проблемы в целом исторических источников и довести изложения до конца 15 века то есть до того момента когда слово тюрьма и сама постройка появляется в русской истории а все остальное отодвинуться но до следующих передач давайте попробуем значит о чем будем говорить слово тюрьма если вы откроете уголовно-исполнительный кодекс современный мы начнем с закона является одним из видов учреждений входящих называемую уголовно-исполнительную систему есть колонии поселения колонии общего режима строгие режима есть том числе и тюрьма но в народном сознании слово тюрьма осталось в том значении в каком было в 15 16 17 веках и позднее то есть тюрьма это специализированная постройка в которой находятся люди лишенные свободы и если мы так скажем спросим современного обывателя который не разбирается в юридических нюансах то для него разницы между изолятором временного содержания следственным изолятором и вот этими колониями никакой не существует это собирательные человека посадили в тюрьму также как говорили в 15 17 века и второй момент которого нужно коснуться значит слово тюрьма опять же в обывательском сознании означает не только помещение а любую сферу где человек так или иначе лишен свободы ну например если мы берем период древней руси могли заковать и посадить в каком-нибудь подклете и как человек неосведомленный может сказать ну сидит в тюрьме то есть он лишен свободы и в этом смысле вот слово тюрьма она обозначает лишение свободы в таком самом-самом-самом широком смысле поэтому поговорим мы не только о стационарных помещениях о тюрьмах но и о любых способах лишения свободы какова этимология слова тюрьма этого мы коснемся чуть попозже хорошо я предлагаю начать с жареного по истории тюрьмы есть псевдоисторические пассажи и я постараюсь зачитать один из них в монографии которая называется функционирование тюрем в россии и европе в десятом пятнадцатом веках авторов мы не будем называть кому интересно могут в интернете по названию найти посмотреть на и назвать почему бы нет страна должна знать своих героев два автора на странице 24 есть следующий абзац монография абсолютно научная со ссылками и можно сказать это первая монография по истории тюрьмы значит интересный но далеко не бесспорный подход к определению природы происхождения терминов тюрьма темница острог каземат продемонстрировал свои книги волхвы в ашемшук он полагает что первоначально тюрьма именовалась темница из чего можно сделать вывод что туда попадали только боги скобочках темница равняется тео плюс ман а то что это было помещение без света вполне понятно ведь волшебные свойства невозможны без солнечного света а при отсутствии силы богов легко можно было уничтожить затем темница стала именоваться острогом в скобках астро плюс га так как сс в скобочках силы сатаны принялись уничтожать людей прилетавших на землю с других планет далее остроги назывались казематами потому что сс силы сатаны стали уничтожать казаков и всех не принявших язычества и наконец казематы превратились в тюрьмы что вскрывает факт недавнего истребления тюрок в скобочках готов не пожелавших принять реформ церкви и после этого атор монографии делает вывод то есть исходя из изменения социального назначения тюрьмы социальное назначение тюрьмы менялась и ее обозначение забористо бедные люди монография неплохая но оказывается шемшук который автор таких замечательных произведений как сыроедение порт к бессмертию волхвы и так далее вот это вот я правильно понимаю что это вот на в целом научная монография девушки да но в ней употреблен вот такой пассаж да со ссылками на шемшука да такое пассаж ну в остальном в целом нормально какие-то когнитивные искажения встречается и такое да значит но она к счастью пишет что кажется спорный представляется эта точка зрения точка зрения спорная и бесспорная это все равно как все равно как не знаю учебники по географии написать что не бесспорный представляется точка зрения что земля плоской но вот такое мнение тоже есть я думаю все таки она с иронией вставила этот пассаж это была просто шутка какая-то очень замысловатая ирония конечно ирония конечно да не считается не считается ладно зато она у нас считается людей так мы как раз вот провели фестиваль по поводу мифов так такое мы правда там не разбирали вот но на следующем фестивале можем взять книги шемшука я думаю переплюнут даже труды академиков фоменко и других псевдоисториков мало они к счастью не так распространены ладно не будем пиарить этих странных людей чудесных давайте дальше про историю тюрьмы дальше про историю тюрьмы история тюрьмы мест лишения свободы древней руси естественно ходит корнями в историю славян и возникает вопрос были ли подобные учреждения или форму лишения свободы славян в момент их возникновения и по мере их расселения славяне я напомню точно фиксируется шестого века нашей эры археологически это прашка корчакская культура исходя из данных византийских источников это анты и винет хотя есть предположительные упоминания пятого века как мы можем определить но естественно культура бесписьменная и по иностранным источникам можно попытаться понять были ли у них такие учреждения таких ссылок мне найти не удалось поэтому придется воспользоваться данными языка и обозначение вот таких стационарных мест лишения свободы специальных построек тюрем у западных южных и восточных славян в настоящее время четко различается если мы берем чехов поляков словаков но естественно земли великого княжества литовского которые подпадали по западное влияние то все названия происходят от глагола вязать соответственно на западно русском языке это звучало как вязень ну в польском и в чешском словацком других языках схожие слова у южных славян это звучит как затвор или затвор допустим лежать и в затворе это сидеть в тюрьме в русском переводе и у большинства южнославянских народов именно это слово используется если вы зайдете там на сайт пенитенциарной службы какой-нибудь болгарии то это будет затвор в древней руси использовались слова поруб погреб которые позднее сменились словом тюрьма и интересно то что вот эти слова сложились четко когда славяне разделились на три группы и видимо в момент возникновения нет государства еще следует вывод что в догосударственный период естественно такого массового явления как тюрьма специализированная постройка не было и слова для него выдумывать было не нужно можно привести аналогичную аналогию у германцев естественно германцы находились также в догосударственном состоянии на момент падения римской империи и древнегерманского слова для обозначения тюрьмы место лишения свободы тоже не существовало это слово они за этимствовали у римлян это слово карцер всем известная которая в народной латыни звучало как каркара в различных вариациях ну вот допустим по древнегодски каркара женского рода древнефриски керкинер по древнесаксонские каркаре мужского рода древне английском керцером я боюсь ошибиться среднего рода и вот это вот слово заимствовано из латыни в 11 веке также замещается в период становления священной римской империи германской нации на слово которое в современном немецком звучит как гефанг низ от глакола фэнк или фанкс то есть хватать нечто хватательное вот таким образом и у германцев и у славян специализированная постройка возникает только с возникновением государства и какие потребности движут появлением тюрьмы естественно это город город значит мы все прекрасно помним что древняя русь скандинавами называлась гарда гарвард ритти и не совсем правильно это переводит как страна городов потому что город все-таки это борг гарвард это острожек и правильнее переводить страна острожков проводить аналогию скорее с сибирью 17 века и вот как раз усиление городов марширений происходит в 10 11 веках в 11 веке расширяется письменность и к 11 веку относятся как раз первое произведение древнерусской литературы предположительно сказание на борисе глебе и 12 век чтения борисе глебе и в этих древнейших памятниках древнерусской литературы мы можем найти замечательный пасшас естественно если есть города то в каждом городе должна быть тюрьма под неким названием вот сказание борисе и глебе есть известный пассаж когда князь святополк посадил двух мужей в погреб не в которой вине как написано и значит они молились святым борису и глебу потом крышка погреба разверзлась они оказались наверху погреба оковы с них спали сторожи удивились этому ничего не делали и они в общем-то пошли и освободились есть похожий пассаж в чтении о борисе и глебе я буду в современной русской интерпретации значит в неком городе были мужи и формулировка соответствует примерно современной осужение от старейшин града того то есть осужденные старейшинами некого города и всажены в погреб и много времени створше в нем то есть много времени в нем провели и не домыслившимся о том что створить ну далее идет соответственно чудеса и заканчивается это все сакраментальной фразой сим же образом многие то есть таким же образом многие сущее в железах и в погребе находящийся в железах и в погребах избависта то есть избавились от них не токма в граде том едином то есть не только в этом одном городе но на всяк но но на всех местах то есть во всех местах и из этого пассажа следует что во многих местах во многих древнерусских городах были погреба то есть тюрьмы с другим названием и содержащиеся в железах ну можно провести аналогию что-то как 17 веке в помещении администрации сидели закованы я уточню погреба это ведь подземные тюрьмы тюрьмы которые находятся в каких-то цокольных этажах где-то в казематах а вот этот интересный вопрос но это однокоренное слово со словом погребать однозначно она значит но то что погреб под землей опять же видно уже из сказания борисе и глебе потому что они находятся под землей сверху крышка и с тоже сидят сверху погреб внизу да 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 я об этом и говорю уточняю просто да 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 но если мы откроем с вами крупные памятники древние русского права например русскую правду то с удивлением мы там не обнаружим ни погребов ни желез никаких наказаний типа посадить на три года в погреб на год погреб или даже на 15 суток в погреб и вот этот вот противоречие является по сути во всей древнерусской истории мест лишения свободы тюрем самым сакраментальным потому что историки права говорят но мало ли то что там в летописях есть какие-то упоминания в памятниках права то нет нет в новгородской судной грамоте не в псковской судной грамоте и впервые подобные нормы появляется только в судебнике ивана грозного в 1550 году но если коснуться не только сказания борисе и глебе даже летописи то и древнерусских летописях также встречается упоминание погреба поруба и форм лишения свободы о которых я расскажу они такие под специфическими такими названиями их сложно идентифицировать значит поруб или поруб до сих пор не знаю как правильно говорят филологи поруб значит впервые такое место лишения свободы мы встречаем по 1036 годом и событие очень важное я бы сказал это этап в гуманизации отношений между древнерусскими князьями как вы с вами помним после прихода рюрика и после его смерти у него остался почему-то один единственный сын олег легендарная фигура мы мало что об этом знаем на самом деле я неправильно сказал олег игорь вроде бы родственника согласно летописному канону мы понимаем что это некая реконструкция на которую мы для упрощения ситуации ориентируемся хотя реально мы не можем подтвердить даже существование рюрика и его связь с олегом тоже подтвердить не можем но тем не менее уже князь игорь византийских источниках дака фиксируется и даже факт его смерти фиксируется это правда поэтому мы можем говорить как реальным князь и у игоря единственный сын святослав естественно посмотрев на огромные списки детей последующих князей возникает вопрос почему у игоря один сын почему рюрика один сын и не было ли других князей которые друг друга просто не поубивали как это происходило в последующие времена и про них ничего не написали естественно это гадание на кофейной гуще но странность такая имеется и вспомним дальше про детей князя святослава это старший ярополк второй сын олег древлянский и младший сын владимир который как говорят в летописи крестил русскую землю события это не так давно освещены в замечательном фильме викинг замечательно в кавычках замечательно в кавычках да и получается что из трех сыновей святослава живых остается только один сюжет соответствует таким османским традициям 15 16 века если ты пришел к власти надо убить братьев чтобы не было никаких лишних гражданских войн и конкурентов и можно сказать типичная я бы не сказал что только османская история это типичная типичные для феодальной европы где братья устраивали друг с другом войнушку практически каждые 10 лет до значит после того как князь владимир остается только один то согласно летописи у него было до 12 сыновей есть даже некий сын по имени позвист неизвестно значит реальный он или имя достаточно странное часть сыновей умерла еще до смерти владимира но после смерти владимира в 1015 году происходит можно сказать замятня гражданская война всем широко известно и давайте перечислим русских князей которые в ней погибли естественно это борис глиб глиб малоизвестный святополк древлянский который после воцарения святослав древлянский не везучий князь потому что он не был христианином и хотя святополк окаянный расправился не только с борисом глебом но и со святославом но канонизированы были только князья христианские дайте которые успели креститься то есть борис и глеб а святослав который стал жертвой точно такого же злодеяния исчез из народной памяти до удивительное дело хотя в общем то надо было бы его тоже вековечить наверно понятно но вот так вот бывает не повезло с пиаром для той эпохи и в ходе этой замятни погибает и сам святополк и к тысяча тридцать шестом году после ряда сражений остаются по сути дела два три три князя это ярослав мудрый мудрый мстислав удалой который правил в тьму таракане и младший сын владимира по имени судислав такая железная маска сейчас об этом расскажем и в тысяча тридцать шестом году не оставив наследников сын у него умер умирает мстислав и князь ярослав мудрый становится самовластцем во всей русской земле у него остается только один брат и после этого как записано в летописи он в плескове то есть в городе пскове сажает своего брата судислава в поруб как пишет летописец оклеветан бобе к нему то он был к нему оклевет он непонятно в чем но видимо его обвинили в попытке захвата власти или в чем-то еще и судислав сидит в порубе с 1036 по 1059 год 24 год в чем значимость этого события впервые князь ярослав мудрый решил не прикончить своего брата не поднять на мечи как было до этого значит и даже не ослепить он ему просто лишил свободы и тем самым показал пример своим сыновьям как надо вести себя друг с и надо сказать что вот на этом прямые убийства князей друг другом практически кончились до тринадцатого века начале тринадцатого века мы видим первые такие вот явные попытки естественно если происходит битва князней друг с другом и кто-то погиб в битве это не считается это не прямое убийство но вот такой достаточно гуманный акт и после смерти ярослава мудрого ярославича его сыновья изяслав святослав и всеволод выпускают дядю под честное слово что он будет монахом и через три года он умирает в киеве никто его не тронул какие есть еще знаменательные упоминания вот этого поруба в 1067 68 годах в порубе в киеве сидел князь всеслав бречеславич полоцкий есть версия что напоминается в слове о полку игореве как всеслав чародей значит он был захвачен обманом его пригласили к себе на переговоры и значит он приехал с двумя сыновьями естественно схватили и посадили в этот поруб и в этом же 1068 году от половцев терпит поражение изяслав ярославич киевский князь и в киеве происходит восстание восставшие киевляне идут к изяславу и требуют оружие видимо из арсеналов играть будем еще биться с половцами но подозревает что они хотят восстание сделать в городе и дружина изяславу говорит пошли отрока чтобы он через окошко проткнула всеслава то они сейчас пойдут его освобождать и значит отмахнулся от этого все не захотел делать опять же видимо смотря на заветы отца не надо убивать родственников киевляне пошли освободили киевляне пошли освободили и вот в этих событиях есть замечательный пассаж который дает нам понимание отличия поруба от погреба князь всеслав сидит в порубе а дружина князя всеслава сидит в погребе дружина тоже киевляне освободили исходя из вот этих вот немногих крупиц можно сделать вывод опять же версия моя я ее публиковал то что поруб это место лишения свободы князей это здание это некое здание какое мы не знаем какой мы не знаем любит обычно смешивая поруб с погребом и вспоминая протокопа вакуума говорит что поруб это что-то там такое под землей но представить себе что князь сидел 24 года под землей ну и вообще князя сажать как-то под землю но он сейчас будет минутка дилетантской этимологии чисто теоретически корень слова поруб это руб руб да то есть что-то что срубили да то есть это некая деревянная постройка не представляется а погреб это грубо говоря подвал то есть нечто что находится под землей каземат да говоря так сказать иностранным словом вот мне кажется так на скидку дилетанта вот хотя со словом дилетант неприятная ассоциация мне кажется вот такая вот такая разница я даже нашел откуда взялась вот эта вот версия то что поруб находится под землей открыв словарь далее где есть словарная статья про поруб естественно там идут значения вот первое значение что поруб это некий сруб причем этот сруб может быть и над землей под землей где угодно и потом в середине идет что значит в древнерусском языке поруб это например колодезный сруб находящийся под землей а следом за этим идет летописные упоминания поруба причем дальний говорит что это под землей но тот кто читает подряд у него ассоциация идет что поруб это под землей а потом значит естественно поруб это тоже под землей их сидели князья тоже под землей но это в общем-то нонсенс и все позднейшие упоминания лишения свободы знатных людей говорят о том что их не могли так держать только если не поиздеваться как вот кстати обращаясь к монографии подскажу номер страницы если кто-то после нашей передачи захочет почитать вы можете посмотреть секундочку на странице 247 лишение свободы сибирского царевича аблая бен и шима в белоозере в семнадцатом веке это внук известного кучума сибирского хана сибирского хана победил ермак победил ермак который вместе с калмыцкими родственниками пытался отбить свою отчину был захвачен сослан белоозера и в архиве белозерской приказной избы сохранились документы о содержание аблая вот андрей васильевич беляков из института российской теории российской академии наук эти документы обработал и очень-то в этом параграфе изложил жил он неплохо в нем были приставы выделялись ему деньги и на еду и на питье и в общем-то он там сильно увлекся этим питьем в ходе длительного заключения ну то есть все таки не под землю я думаю однозначно не под землю значит какие еще есть упоминания есть упоминание 1146 в порубе в монастыре святого и она содержался князь Игорь Ольгович 1160-го в порубе в Минске содержался князь Володша Рагволдович и последнее упоминание поруба это 1177 год когда рязанские князья проигравшие битву содержались в порубе во Владимире и после 1177 года надежных упоминаний поруба мы в общем-то не знаем но но глагол порубать обозначающий лишение свободы непонятно где непонятно на каком основании держится в русском языке вплоть до 16-17 веков ну допустим вот может быть поруб это тюрьма построенная специально для данных узников я думаю что поруб как существительное это тюрьма построенная вот для князей конкретно да вот есть конкретный политический узник высокой важности и вот специально для него строят этот поруб естественно то есть он не постоянно действует на какой-то постоянной основе а он строится специально для заключения конкретных людей и мы такие спецтюрем под конкретных людей знаем и впоследствии вот одну из них на Белоозере мы только что озвучили что касается глагола порубать вот допустим пример 1349 год того же лета псковичи отрекошися князю Андрею Альгердовичу дальше идет пропуск пасем же гостей псковских поруби а товар отня а самых опыт окуп поймав отпусти естественно без подготовки можно подумать что гостей псковских поруби означает что их изрубили топорами в капусту да но на самом деле это означает то что их пленили ну арестовали так скажем если найти синоним да и непонятно куда посадили но это было лишение свободы этот же глагол порубить допустим в новгородских летописях употребляется по отношению к порубу но продолжает жить отдельно именно как глагола не как существительное теперь что касается погреба мы говорили о том что дружину князя всеслава сажают в погреб погреб же упоминается в сказании чтения борисе и глебе и мы предполагаем что именно так называлась вот древнерусская тюрьма которая находилась предположительно в каждом городе какие есть другие упоминания погреба ну например в договорах новгорода с годским берегом немецкими городами сам текст договора 1189 года документ в котором сохранился 1262 там говорится немчина не сажать и в погреб нови городе не новгородца в немцех что означает не немца не надо сажать погреб в новгороде не новгородцы не надо сажать в погреб в немцах но естественно немцы не называли свое место лишения свободы погребом так как грамота русская то она применяет русскую терминологию летописные упоминания погреба погреб встречается значит достаточно часто и в двенадцатом веке и в тринадцатом веке допустим 1373 год никоновская летопись того же лета новгородцы и же сидеша в поймании во твери в погребе и подкопашеся изнутри погреба и бежаша из твери кстати это древнейшее описание побега из места лишения свободы 1373 год если не считать что святые борис и глеб не освободили чудесным образом и это не был побегом это просто переместились 1436 год псковская третья летопись псковичи прияша гость немецкий товар их а самых немец в погреб всадишь 24 немчина 24 немчина сидели в погребе значит очень интересно то что погреб сохранился даже в качестве слова вырезанного на камне к сожалению этот документ до сих пор я не правильно сказал документ текст текст до сих пор до конца не расшифрован не опубликован занимался им алексей алексеевич гиппиус член корреспондент российской академии на ученик академика заведника да и теперь можно сказать ведущий специалист по наследник фактически фактически наследник по древненовгородской тематике значит в городе холм который был тогда древнерусский теперь польский в ходе раскопки собора откопали камень и на камень частично сохранился текст и то что интересует нас там была надпись сижу я в погребе от года до года так как не эту надпись показывали но попросили не демонстрировать мы не можем с вами продемонстрировать можно с моих слов только мы верим да значит сижу я в погребе от года до года некий сигвард олафович кто такой сигвард олафович абсолютно непонятно олафович или олафсон как эта надпись выглядит она кириллицей написана надпись написана кириллицей и она вот так вырезана на камне то есть такой граффити своеобразно по методике как датируется эта надпись значит как датируется естественно даты на камне нет нет я понимаю но по начертанию букв методики залезняка вот алексей алексеевич гиппиус говорил что это где-то в районе 13 века какой-то обрусевший скандинаву ну да это тематика не моя я боюсь говорить кто это но однозначно он сидел и однозначно несколько лет таким образом вот слова погреб в отличие от поруба давайте посчитаем встречается на камнях в летописях в берестяных грамотах в договорах в летописях ну и вероятно это было вот именно такое стационарное городское место лишения свободы и вероятно под землей хотя не факт и здесь вот возникает такой вопрос у меня соблазн возникает можно даже сказать мы знаем что тюрьма возникшая впоследствии в 16 17 веках это строение над землей это изба обнесенная забором который называется либо тын либо острог и по документам 17 века мы знаем что как правило строилась земляная тюрьма на этой же территории по сути дела это бывший погреб сначала я думал что это что-то вроде штрафного изолятора куда сажает особо провинившихся но по документам я до сих пор не могу разобраться их бывает допустим на ночь загоняет земляную тюрьму днем они находятся наверху гуляют во строге там или сидят в избе бывает просто сидят в избе и если мы предположим что вот до 15 века всегда сидели в погребах под землей то соблазнительно сказать что и про иване третьем тюрьма это гуманизация под итальянским влиянием людей из-под земли подняли наверх они смогли подышать ходить и в общем-то жить в избе с печкой хорошо и удобно вот теперь мы должны коснуться такого момента как церковно-славянской терминологии многие слышали что впервые славянский алфавит и в общем-то славянский письменный язык появился после того как кирилл и мефодий создали предположительно глаголицу а потом предположительно их ученики возможно создали кириллицу и как этот язык возник возник он при переводе с греческого скажем так славянскими корнями священных текстов на зачастую появлялись слова которые отсутствовали у славян ну допустим для уголовно исполнительные слова сакраментальная для уголовно исполнительной системы сакраментальное слово там уже ложь отсутствует славянская термин отсутствует в принципе и это просто перевод с греческого двумя корнями это не то явление для которого нужно было придумать слово и вот мы встречаем такие слова как темница всем известная узилище затвор и другие вот эти слова именно церковнославянского языка болгарского которые проникли на древнерусскую почву именно со священными текстами в быту они находились вплоть до девятнадцатого века находятся даже сейчас и являлись языком такого высокого что лишь тиля если мы хотим назвать тюрьму поэтично вспоминается известное птицотворение сижу за решеткой в темнице сырой скормленный в неволе орел молодой соответственно узилище это тоже такая поэтичная форма названия в тюрьме как правило в документах эти слова не писались а если писались то только синонимами соответственно вот каких-то отдельных темниц чтобы она в народе или в документах называлась темница никогда не существовало это просто эпитет есть предложение перейти к возникновению слова тюрьма поддерживаю поскольку я этот вопрос еще в начале обозначил тюрьма что все таки хотелось бы по хронологии да 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 конечно конечно но это не славянское слова тюрьма однозначно ну мы в общем то должны исходить все-таки не из умозрительных концепций а из источников но сначала должны эти концепции озвучить древнейшей версии происхождения слова тюрьма является естественно немецкая немецкая возникла эта версия в девятнадцатом веке при составлении словарей и вот такое вот широкое распространение в русской среде появилась из словарной статьи в словаре макса фасмера или фасмера кто как говорит значит суть ее в следующем по древнерусски башня означает звучит как вежа или веженька а турм это башня по-немецки естественно в башнях башни зачастую использовались как места лишения свободы специфически и даже у нас шестнадцатом семнадцатом веке если вы посмотрите описание некоторых городов то там может быть что-то из серии вежа в ней тюрьма соответственно первый этаж используется как тюрьма и вот это слово турм якобы восходит к латинскому туррис что означает то же самое что башня ну встает закономерный вопрос почему башня и почему в пятнадцатом веке и чтобы такого было особенного в этой башне что она заменила слово покрыт абсолютно непонятно и впоследствии родилась вторая версия тюркская тюркская версия родилась следующим образом в 1915 году на базаре в стамбуле была куплена рукопись махмуда аль кашгари который называется диван лугат от тюрк то есть слова тюркских слов это произведение одиннадцатого века аль кашгари соответственно был тюрком сам но он тут он решил составить словарь своих родственников и вдохновившись этой книгой тюркологи включая российского тюрколога ариасанана стали возводить слово тюрьма к древне тюркскому что значит тюр это значит оборачивать но это отглагольная форма то есть тюрьма это что-то обернутое как например тюрбан это тоже же нечто обернутое вот этот версия начинает скажем так распространяться в литературе если вы откроете тридцатый том словаря русского языка 1117 веков то там есть две словарных статьи одна тюрма восходящая к тюркскому другая тюрма восходящая к немецкой и мы должны назвать третью версию я сразу скажу что мне нравится больше третья версия можно ее назвать романская в пятнадцатом веке особенно при иване третьем особенно после женитьбы на софии палеолог московское государство в россию стали массово приезжать как называли пряги итальянцы итальянцы да специалисты различных областей в общем то есть вероятность того что они это слово привезли с собой ну теперь почему вам эта версия больше всего нравится сейчас мы это рассмотрим хорошо значит есть предложение перейти к источникам первым упоминанием слова тюрьма в русском летописании является значит описание событий тысяча четыреста второго года если мы с вами откроем софийскую первую летопись старшего извода то значит там будет следующий текст на князь ярослав ольгович рязанский он же родослав ольгович рязанский он же рослав и у него есть пять вариантов имени это сын того знаменитого олега рязанского который не хотел помогать дмитрий донскому на куликовом поле отправился воевать землю литовскую проиграл сражение и был пленен и попал в плен князю видов то и вот удивительно что в летописях которые были физически созданы до тысячи семидесятых годов то есть до того момента пока приехала софия палеолог в этих физически сохранившихся летописях значит отсутствует окончательная часть данного эпизода где говорится о тюрьме то есть просто его захватили отвезли к витовту а это же статья 1402 года в летописях которые позднее созданы в них идет приписка что ведоша его к витовту и ввергоша его в темницу глаголемую тюрму есть несколько вариантов написания там турму тюрму но тем не менее это слово однозначно причем от слова форма в темницу глаголемую тюрьму говорит о том что слово новое незнакомое и летописец специального поясняет поясняет что это такое если упереться просто в год то однозначно можно говорить что великом княже лифтовском в 1402 году под немецким наверное влиянием появилась вот эта вот тюрьма но знаем мы это из московских летописи в 1418 году по данных ермолинской летописи ермолинской летописи князь сведригай ларгер альгердович который сидел в заточении будучи лишен свободы в городе каменец подольский значит его освободили и идет следующая летописная формулировка сидевша пол девять года в тюрьме выняша но опять же ермолинская летопись она создана в 1480-е годы после приезда софии палеолог и при описании вот этих событий 1418 года вставляется слово тюрьма если мы посмотрим другие летописи напустим софийскую первую то там идет не так и князя сведригайла из желез высекал сидевши пол девять года в тюрьме то есть в ранних летописях его освободили из желез в летописях поздних после 1480 года вставляется слово тюрьма я не думаю что это злой замысел скажем так летописца просто это для него было абсолютно мелкое слово и он как понимал так и переписывал он мог слово тюрьму заменить я не знаю на темницу на узилище на что угодно но тем не менее вот этот второе упоминание а вот интересно вот два упоминания непосредственно связаны с территорией великого княжества литовского то есть увитов то да мы видим упоминание там хватит что темница глаголемой тюрьмой да то есть это глаголемой тюрьмой где увидит на территории великого княжества литовского да вот и здесь тоже князя сведригайла это тоже великое княжество литовское тоже речь идет о том что тюрьма находится там то есть есть возникает ощущение что это слово либо сформировалась либо прижилось там на территории на территории вот великого княжества и только потом переехала сюда естественно и эту версию надо было проверить я этим немножко занимался сейчас расскажу как так очень интересно если мы хотим проверить когда появилось какое-то слово то нужно действовать достаточно просто берем все сохранившиеся письменные источники которые можно датировать и сводим их в некую картотеку на основании которой издаем словарную статью за нас это сделали филологи существует такое издание которое называется историчный словник белорусской мовы то есть исторический словарь белорусского языка который как раз себе содержит такие письменные источники и если мы туда посмотрим то там значит все достаточно интересно первое упоминание значится по 1480 года а следующие за ним по 1520 мне это показалось странным я поле смотреть первые источники первое источник это метрика великого княжества литовского дело было следующее в 1520 году разбиралась дело по поводу земли чебутовщины так называемый и было два документа документ 1520 года и прилагаемый документ сорокалетней давности причем оригинала документа нет в метрике записан с него список и вот в документе 1480 года якобы пишется о том что сажают в тюрьму а в документе 1520 года пишется что сидел в нятье надо объяснить что такое слово нятье для обозначения лишения свободы существовали такие вот от глагольные и около глагольные формы ну допустим князя такого-то яша то есть взяли князя такого же няша или поймаша соответственно сидел он в нятье то есть будучи захваченным и в поймании то есть это обозначение процесса такого я прошу прощения я правильно понимаю я правильно понимаю что это западно-русский язык который сейчас называют старым белорусским в белоруссии там раньше его называли западно-русским в общем мы понимаем что это вот западный вариант русского языка его можно называть западно-русский письменный язык но в источниках назывался русский да да они сами его называли русским конечно да написан кириллицей хотя он специфичный достаточно но в принципе понять можно и получается у нас такой некий диссонанс то есть вроде бы есть упоминание 1402 1418 сомнительное упоминание 1480 а потом 1520 год и вот после 1520 года идут массовые упоминания тюрьмы одно за другим такая вот достаточно странность после этого естественно мы думаем откуда же они взяли эту немецкую версию его ведь великое княжество литовское запада ограничивало польша и в любом случае если через германию это как-то проникло то либо через средне верхние немецкие земли либо встречи либо через нижние немецкие земли мы должны посмотреть польшу значит польшу существует два слова один это словник языка старопольского 15-го року я боюсь перепутать но примерно так он звучит в нем слова тюрьма отсутствует связано это еще с чем с тем что только концу 15-го века поляки стали писать на родном языке до этого у них была распространена в основном латы есть некие там глоссы более ранние на польском языке но вот писали на латыни язык солидный а язык просто народный не солидный только 16 веке распространяется значит что касается 16 века у них издается тоже большой словарь старопольского языка но тон на букву т был не издан на тот момент когда это исследовал ну соответственно я задумался как бы иным способом это понять иным способом докопаться написал мне не ответили вот я попросил коллегу сергей юрьевич темчина он написал тем кто занимается этим словарем и некто патриция потонец большое ей спасибо через него передала мне информацию о том что слово тюрьма в польском языке как вы думаете когда впервые упоминается ну я думаю что 1567 год разговор поляка с влахом для меня это было удивительно но это письменный письменный в письменный да но по-другому то мы никак и не узнаем может быть там конечно есть где-то граффити польская но они нам неизвестны и получается вот такая странность если это германское слово пришло через польшу великое княжество литовское то те маркеры в общем то не говорят о том что в 15 веке она у них существовала что касается московского государства и россии да я еще забыл сказать что существует так называемые белорусско-литовские летописи они изданы отдельными томами в полном собрании и в этих белорусско-литовских летописях при описании вот этих же событий 1402 1418 годов слова тюрьма отсутствует казалось бы она должна быть но его нет поэтому я все-таки склоняюсь к версии что москвичей это приписали в 1470-е годы пользуясь знакомым им словом теперь перейдем к первому упоминанию тюрьмы при описании событий в московском государстве я вот еще одно замечание сделаю да действительно очень-очень непонятно проникновение этого немецкого если это немецкое слово великое княжество литовское но гораздо более понятно например проникновение тюркского слова потому что набеги на территорию великого княжества литовского со стороны крымского например ханство они же были очень частыми вот и контакты были частыми и мы знаем ряд слов которые были заимствованы из тюркского языка и обозначили такие ключевые понятия для славянского населения великого княжества литовского например шаровара которые перехватили жители будущей малороссии в качестве объема предмета одежды да и название их шаровара шириной черное море как писал об этом николай васильевич гоголь вот не перехватили ли они это слово слово тюрьма вы егор николаевич совершенно правы и можно законно предполагать что если это было слово тюркское то оно могло проникнуть одновременно с юга и великое княжество литовское и в московское государство и в те княжества которые не определились к тому моменту государственной принадлежностью я конечно не тюрколог и попытался сначала проверить это как-то сам нашел труд махмуда аль-кашгари в электронном виде пытался по поиску что-то найти у меня ничего не получилось я обратился к специалисту и мы сейчас обратимся опять к монографии и я посоветую один парадок обратился специалисту по древнетюркским языкам владимир владимировичу тишину сейчас он сотрудник института наш я боюсь ошибиться буддологии монголоведенье и далее по тексту российской академии наук который находится в городе улан-удэ в бурятии вот где-то примерно год с владимир владимировичем мы переписывались по поводу тюрк костемологии тюрьмы в итоге за что ему огромная благодарность он написал параграф который на странице 138 монографии называется он практики ограничения свободы у кочевников евразийских степей двоеточие в связи с гипотезой о тюркской темологии русского слова тюрьма в общем то я ваня владимирович попросил где же у аль-кашгари вот этого тюрьма он искал искал сказал что а нет и изучив труды тюркологов и так далее оказалось что значит это их гипотетическая версия естественно глагол тюр что-то оборачивать существует а именно формы тюрьма в одиннадцатом веке не существует и как правило в тюркских государствах для обозначения места лишения свободы стационарного тюрьмы в нашем понимании использовал специфическое слово зиндан зиндан конечно это яма конечно все знают все советские дети которые читали сказки тысячи одной ночи или хотя бы смотрели замечательный телеспектакль али-баба и 40 разбойников знают слова зиндан если залезть в википедию есть известная картинка из одного государства средней азии где значит такая полуземлянка решетка в ней люди уходит вниз ход туда под землю зиндан но все-таки мне кажется что вот ответ на этот загадку историческую надо искать именно на территории великого княжества литовского мне кажется вот нарративные источники прямо выпьют об этом для этого нужно увлечь соответствующего специалиста может быть мы с помощью нашей программы кого-нибудь вдохновим да дорогие друзья если кто-то этим вопросом занимается потребность есть однозначно как говорится российская тюремная система вас нуждается значит владимир владимирович в итоге пришел к следующему выводу что в тюркских языках слова тюрьма встречается и даже встречается в турецком но раньше 16 века никаких надежных упоминаний нет и можно говорить что это слово через посредство русских проникло понятно то есть могло быть и так могло быть и так да естественно золотая орда это было серьезное государство у них были города в южно-русских современных степях естественно там были места лишения свободы но назывались ли они тюрьмой или зинданом этого сказать не можем никаких письменных источников не осталось так что тюркская версия она теоретически вероятно но не подтверждается абсолютно ничем кроме вот филологических изысканий хотя было бы соблазнен и есть предложение перевести перейти к первому надежному упоминанию тюрьмы на территории московского государства которое мы ассоциируем меня с современной россии как с правоприемником в 1471 году состоялась знаменитая битва на реке шелонь где воеводы 3 разбили в крупной полевой битве новгородцев и вот знаменательно это чем тем что новгородцы колебались между великим княжным литовским и московским государством они считались конечно отчиной великого князя московского но начинали склоняться на запад во главе прозападных стил встала посадница марфа борецкая вместе с несколькими сыновьями значит они пригласили себе князя из литовской династии им обещали помочь войсками но когда дошло до дела и московские двойные войска двинулись на новгород западно западные союзники новгород кинули ничем не помогли и значит разбитых новгородцев после битвы взяли в плен и привели к его третьему в город руса это современная старая руса и после этого в летописи которая называется московский летописный свод конца 15 века естественно это условное название говорится следующая месяца того же 24 день приди князь великий в русу и после этого отрубили головы шестерым пленным били кнутом и дальше идет фраза а иных многих послал на москву довелел их в метате в тюрьму и по сути дела это первое упоминание тюрьмы на территории московского государства и после этого летописные упоминания идут одно за другим вплоть до 16 и 17 веков но если мы а я вот еще бы добавил да вот смотрите какая интересная история получается вот вы предположили что с приездом софьи палеолог это слово могло прийти на территорию московского государства когда приехало много итальянцев аристотель феорованте замечательный который строил собор московского кремля но ведь был еще один приезд приезд софьи витовтовны которая была как раз уроженкой княжной великого княжества литовского которая также с собой привезла роскошную свиту и возникает вопрос не с этим ли приездом связано вхождение данного термина в русские в обиход московского государства потому что софьи витовтовна была не просто украшением династии да она была видна политическим деятелям которые как-то сильно влияла на политику московского государства даже спровоцировала известную междоусобицу мне кажется что вот стоит присмотреться к этой возможности к этой возможности безусловно стоит присмотреться и вроде бы дата совпадает 1402 1418 года как раз соблазнительно предположить но потом к сожалению это слово пропадает а все-таки софья витовтовна жила и после 1418 года всего два упоминания но отбрасывать не стоит просто нужен специалист по источникам великого княжества литовского очень интересный очень интересный вопрос я даже не знал что он существует видите как многого мы не знаем еще дорогие друзья как много загадок хранит истории благодаря вам егор николаевич мы можем утверждать что тюрьма пришла к нам с запада все-таки софья витовтовна все зло с запада что мы имеем помимо летописи к сожалению я хочу напомнить уважаемым зрителям в российской истории было много пожаров горели города горели архивы страшный пожар произошел в 1626 году когда сгорели все центральные архивы и все документы до этого периода это исключительная редкость и в общем-то в этих крупицах копаясь тем не менее мы можем найти тюрьму в посольских книг значит в посольской книге по связям с великим княжеством литовским и королевским польским за 1487 1500 года она издана но хранится в российском государственном архиве древних актов фонд 79 опись 1 единица хранения 1 лист 28 оборот лист 29 почему я называю точно архивную ссылку она выложена на сайте архива вы можете залезть посмотреть и убедиться что там есть тюрьма как датируется эта книга она датируется конечно не 1489 годом а предположительно началом 16 века но тем не менее с большой вероятностью можно говорить что туда переписывались подлинные документы и ничего там в общем-то не подделано значит о чем речь 20 марта 1489 года идет посольство от великого князя иван васильча с михаилом и еропкиным королю казимиру с жалобами на грабежи гостей то есть купцов московских идет следующий текст значит клязь великий повествует значит несколько купцов были остановлены под городом брянском дебрянском на таможне причем значит как говорит посольская книга остановили их жиды морда перка с такими с русскими именами которые занимались брянской таможней и значит держали их в пустом дворе две недели за сторожи да и в тюрьму их сажали в общем то это одно из древнейших упоминаний также 1480-е годы конечно это позже чем летопись но ненамного и в этой же посольской книге таких упоминаний несколько это просто вот можно сказать самое раннее таким образом уже в 1470-е 80-е годы слово тюрьма бытует в московском государстве и в летописях и в документации и в 1550 году в судебнике ивана грозного начинает уже массово распространяться как санкция но об этом мы поговорим наверное в следующих выпусках и будем понемногу упоминать авторов вот этой монографии их 25 человек всех сразу упомянуть невозможно будем по очереди отлично сегодня завершаем да сегодня завершаем хорошо ну что ж большое спасибо мне кажется очень интересно дорогие друзья если у вас есть соображение о происхождении слова тюрьма возможно среди вас есть специалисты которые могут пролить свет на этимологию данного термина пишите в комментариях обращайтесь к нам давайте разгадаем эту загадку мне кажется это было бы очень здорово спасибо спасибо большое приходите еще я думаю что это будет очень увлекательный цикл ну дорогие друзья а на сегодня все не забывайте подписываться на наш канал обязательно пишите комментарии потому что они помогают видео набрать максимальное число просмотров нажимайте на нравится потому что это также поможет нам распространить видео максимально широко ну и не забудьте также нажать на колокольчик потому что благодаря этому вы будете получать уведомления выходе новых видео до новых встреч на цифровой истории